Итак, здесь у нас на каталонском языке написано, что это музей современного искусства Каталунии. Здание суровато, нечего обычно, но здесь есть вот такие вот необычные истуканы. Давай посмотрим. Они сделаны из толстого железа. Здесь по-английски написано, что это хранители какие-то. И Купер Чаве Маскару. Конец 2018 года здесь указано. Скорее всего, куда их поставили. Давай посмотрим. Обратите внимание, они все в одну сторону смотрят. Только самый последний. Он сидит спиной ко всем. Можно сказать, что весь мир против нас, и я один против мира. А это, получается, истуканы свои. Прикольно? В городе очень много странных зданий, которые, я верю, построены были, наверное, в 80-х годах, 90-х. Видно по архитектуре очень странно, когда такое любили. Поэтому вот у нас есть вот такое вот здание. Я нахожусь в районе по блинам. Раньше это была индустриальная зона. Здесь были в основном заводы, склады. И, в общем, большая вкуса. Сегодня этот район становится более современным. Старые дома сносятся и строятся небоскребы. Вот. Но это только начало. Большая часть этого района это обычные старые, какие-то некрасивые дома. Это, получается, такая мини-площадь и современные постройки. На самом деле, Барселона, она совсем не такая. Это вот только вот этот район, где есть небоскребы. Сейчас мы подойдем вот к этому странному зданию. Это знаменитый огурец. Торре Акбар называется. Сейчас ты его увидишь вблизи. Самая прикольная штука, что есть в городе, это система Bissing. Видишь, вот такие велосипеды. Цена годового абонемента примерно 40 евро, где ты можешь брать велосипеды и бесплатно кататься в течение 30 минут. Сам по себе город, еще раз, не такой уж большой, поэтому достаточно 30 минут, чтобы доехать от одной точки в другую. Вот он, он или она. Ла Торре Акбар называется. Это штаб-квартира организации, которая занимается транспортировкой и распределением воды, поэтому... Отсюда и пошло Агуа, это значит вода, и скорее всего... Поэтому он называется Нагбар. Вот. А еще ее называют по-разному членом Каталунии, анальной пробкой, огурцом, как угодно. Такая вот достопримечательность. Сейчас подойдем к ней поближе, посмотрим, как она выглядит рядом. Обратите внимание, на горизонте у нас Саграда Фамилия. Знаменитая Саграда Фамилия. Это музей Хизайна. О, вот эта прикольная штука. Сейчас мы подойдем к ней поближе. Это местный блошинный рынок. Но само здание очень интересное. Обратите внимание, потолок здания сделан из стекла и зеркала. В общем, все отражается. Это блошинный рынок. Где-то можно купить всякий мусор и чушь. Ничего особенного. Хотя ребят Austin откликать на фонте. aste пять не 라ичник. Backрад Martin view. Этимуги. Одroot.